Астраханочка Сократить разрыв ижевчанкам не удается 16-10 ведет Астраханочка Во втором тайме разрыв увеличился Гонбалистки университета явно устали Но хуже играть не стали На этот раз состав команды соперника Был довольно ослаблен Ведущие игроки получили травмы В этом матче приняли участие всего 9 ижевчанок из 20 Некоторые играли без замены Игра закончилась со счетом 31-23 Победа Астраханочки Ну что скажешь без замены Если играет 7 человек тяжеловато Ну девчонки молодцы Я думаю можно их похвалить по крайней мере за то Что они сражались до последнего Мы уважаем каждого соперника Но тем не менее мы планировали Эти игры больше как подготовки к играм в Краснодар То есть все таки мы считаем Что у нас было больше шансов То есть пройти дальше И тем более уже 2 победы у нас было В этом сезоне команда рассчитывала На выход в финал розыгрыша Еврокубка Но ее надежды не оправдались В полуфинале розыгрыша Астраханочка уступила Ладзе из Тольятти Ну естественно что после поражения Немножко все Скажем так ушли в пике Такое моральное Почему? Потому что естественно Надежды были на дальнейшую участие Ну скажем так Умирать нельзя после таких вещей Эта жизнь не заканчивается Из этого тоже нужно делать уроки Теперь астраханская команда будет бороться За пятое место в чемпионате Против Краснодарской Кубани Александра Вострикова Тимофей Кухарчук Новости 24 Астрахань